Добрый день! Сегодня я впервые в жизни в гостях у настоящего художника. Хочу вам показать просто как выглядит дом художника, мастерская, извините, Анатолий. Она вся в картинах и мы сейчас с вами пройдемся, может даже узнаем историю какой-нибудь картины. Здесь совершенно энергетика такая интересная, творческая, непонятная, я бы даже так сказала. Я не встречала такой энергетики, честно сказать. Анатолий, а это что за кинжалы? Это кинжалы делал мой друг, сейчас, к сожалению, его нет в живых. Казачий атаман Андрей Курдин такой был. Его клинки даже выставлялись на вооружение палате. Но это подарок. Как здорово. Видите, как будто мы с вами в зиму попали. Сейчас нет зимы, а вот тут вот снег есть. Живем как в музее называется, да? Ну да, чуть-чуть есть такое ощущение. Ощущение. Так. Это просто здорово. Вот это муза, Анатолия. Да, это Алла, моя жена. Сколько вы с ней вместе? Алла, сколько мы вместе? Лет 30? Да ладно, 40. 22. У художника всегда, по-моему, должна быть муза, да, которая будет вдохновлять, правильно я понимаю? Конечно, конечно. Обязательно муза должна быть. А вот это что, историю не расскажешь, вот этих двух вещей? История очень простая. Это на вернисаж я их просто купил. Вот так. Это французские старинные каминные часы. А, хорошо. Тогда я хотела узнать вот по поводу этой картины. Ведь это в том месте, куда ты ходишь нырять, купаться. Вот уже много лет мы ходим здесь недалеко от Москвы, через окружную. Есть такой поселок Нагорное. И там пруды, ворошиловские дачи и пруды. Вот там мы постоянно и зимой, и летом купаемся, отдыхаем, гуляем, играем. То есть ты запечатлел место? Это место увековечено, да. Вот мостик, мостик. А слева купальня, где зимой мы купались. Но ее сейчас нет, сейчас ее сломали. Расскажи об этой картине чудесной, замечательной женщины. Это картина, это копия. Копия какой-то английский художник, мне так понравился. По-моему, Гейнсборг. Что-то в этом роде. А может и нет, могу ошибаться, не знаю. Ну и сирень, вот я хотела задать вопрос про сирень. Потому что вот я вижу, у тебя раз сирень, два сирень. Да, сирень я очень люблю. Тем более сейчас вот в это время года, когда на улице все серо, сыро, пасмурно. Вот, темно. Но зима. Ну зима, да, январь месяц, но зима. Хочется вот чего-то такого весеннего. Сирень она весной всегда распускается, пахнет. Вот так вот. Красивый телефон, жемчуг, старый-старый телефон. А ты его откуда взял, этот старый-старый телефон? В магазине продается. Да? Нет, это не антикварь. Я думала, антикварь. Ну это просто стилизация под старину. Эта работа написана на озере Селигер 49 лет назад. Это этюд. То есть тогда тебе сколько лет было? 13 лет. 13 лет. А чем тогда она тебе памятна так? Ну это единственный вот этюд, который остался с тех времен. Поэтому он мне дорог, потому что он написан по далеком детстве. Так скажем. Сейчас я здесь картины сниму и все. Это же все. Не все. Вот, натюрморт получился у нас с вами. Стол, натюрморт. Какая хорошая энергетика. С вами была Лара Шум из мастерской художника Анатолия Белогурова.